Продолжение следует... В городе Герои Минске. Я уже не единожды об этом говорил, что перенаселение Минска – это не в пользу тех людей, которые живут в Минске, в том числе и не в пользу тех, кто хочет приехать в Минск. Мы видим негативные последствия таких явлений по примеру наших соседних государств практически в каждом, ну особенно в Москве. В большой Москве, можно сказать, 15 миллионов человек. 15 миллионов человек. Сплошные пробки, необходимость строительства в огромных масштабах развязок, дорог и так далее. Ну а что приятного для человека жить в этой железобетонной одежде? Кругом автомобиле, автомобиле, автомобиле. Поэтому мы избрали другой путь. Мы определили перспективу городов-спутников. Уже начали, допустим, с Малевича. Мы строим жилье. С удовольствием люди покупают. Да, на автомобилях, автобусах они быстро приезжают в Минск, по крайней мере, к линии метро, которая там проходит. Нам надо подумать о строительстве более скоростных, независимых от автомобильных дорог, участков. И я не думаю, что у нас, Антон Александрович, это уже время много займет или большие деньги. Но строить же люди в Астане бывают. Начали они еще про Назарбаеве, сейчас решили продолжать строительство наземного метро на опорах. Железобетонные опоры и две линии. Это очень дорого. Нам что, есть такая необходимость? Нет. Мы можем построить наземное метро. Не будем рыть, как крот там, под землей эти траншеи, а можем выйти на поверхность в конце нынешнего Минска и доехать до тех же Смолевич, до Логойска и так далее. Я не думаю, что это по нынешним временам огромные деньги. Ну а людям какая разница, если они за 15 минут приедут из Смолевича до метро, допустим, до метро. Им какая разница? Большая в том плане, что люди будут жить свободно в Смолевичах. Переносы США тоже с Молевичем мы не собираемся. Многие там и работать будут. Мы, конечно, там и рабочие места будем создавать, но некоторые будут стремиться приехать в Минск на работу и по другим вопросам. Поэтому надо создавать нормальное, не только автомобильное, но и железнодорожное и прочее сообщение. Я знаю, что и струнный транспорт разрабатывается. Много разработок в мире уже есть хорошие примеры. Поэтому в этом направлении нам надо двигаться. И в следующей пятилетке вопросы городов-спутников, особенно для Минска, мы должны решить. Это должна быть отдельная программа или подпрограмма в программе дороги Беларуси. Мы все равно на следующую пятилетку должны иметь такую программу. Целью большой программы является поддержание в нормальном состоянии автомобильных дорог, международных трасс, основных республиканских трасс. Строить дороги мы упираться не будем. Две-три дороги у нас останется. По югу Беларуси, если Россия согласится, уже предложений таких немало. Вот эту дорогу от Гомеля до Бреста. М-10. Да, М-10. Потом нам надо будет закончить строительство на север дороги, Полоск-Витебск, как мы там разберемся. Ну и практически все. Крупные дороги мы построили с областными центрами, с Минска мы имеем хорошую связь. С президентом России Владимиром Путином мы договорились, что в ближайшее время мы обсудим вопросы строительства скоростной магистрали через Беларусь, с Москвы на запад, до Бреста. По крайней мере, если западники захотят в этом участвовать, будем до Берлина работать. Нет, до Бреста и в обратном направлении на восток. Это, можно сказать, уже вопрос предрешенный. Но автомобильные дороги у нас не заканчиваются международными, республиканскими важными трассами. Мы договаривались, что после строительства дорог от Минска до областных центров, мы должны, все дороги есть от областных до районных центров, они есть. Но их надо привести в нормальное состояние. Я не думаю, что нам надо иметь, будет там четырехполосное движение. Там пока хватает, и не пока еще надолго, двухполосных дорог. Но нам надо районные центры связаться с агрогородками. Найважнейший вопрос, если мы хотим, чтобы люди на селе жили и не были обижены. Они этого заслуживают. Поэтому в этой программе большой надо предусмотреть строительство дорог от районных центров до всех агрогородков. С агрогородками в течение года мы определимся, где они будут и какие. Потому что идет и объединение хозяйств и так далее. И будем строить эти дороги. Ну что значит строить? Более половины дорог есть от районных центров до агрогородков. Более половины. Их надо модернизировать, привести в порядок, как с районными центрами до областных. 300 километров, Александр Егорович, на агрогородке. 300 всего? Это почти ничего. Это ничего. Что такое 300 километров? Поэтому мы построим с твердым покрытием, а остальные дороги восстановим. Вот это наша программа. Конечно, есть крупные поселки, есть крупные деревни. Они обычно находятся на трассах от районного центра до агрогородков. Там, где нет, предусмотрим также подъездную дорогу с учетом перспективы. Но это такая в общих чертах программа. Но ведь люди должны понимать, что немалые деньги мы тратим на дорогу. Все обижаются, где-то там ямочный ремонт не вовремя привели. Надо понимать, что мы тратим деньги, которые платят перевозчики, транспортируя грузы в основном по основным магистралям международным. По основным республиканским дорогам мы с них берем деньги и вкладываем в дорожную сеть, в том числе из бюджета. И если мы не будем основные трассы поддерживать в нормальном состоянии, к нам никто не поедет. У нас не будет денег вообще на дорожное строительство. Поэтому, конечно, люди должны понимать, что мы торопимся и прежде всего строим, приводим порядок и какой-то ремонт ведем на этих основных трассах каждый год. И будем это делать, потому что они приносят нам деньги. Но деньги хоть какие-то есть, мы их должны направлять на реализацию программы, которую я только что обозначил. Ну, конечно, в населенных пунктах, как-то мы делали в Вишово, в Белыническом районе. Там мы все говорили. Там больших работ не надо. Ну, слушайте, и не везде нам уже в этих поселочках переулки надо с твердым покрытием мгновенно делать. Со временем сделаем, но надо отсыпать дорогу, чтобы можно было в любое время года там проехать, подъехать и так далее. То есть мы уже алгоритм действий нашупали в строительстве и поддержании в нормальном состоянии дорог. Осталось действовать. Поэтому, Антон Александрович, учитывая ваш опыт, знания в этом плане, вы человек подготовленный. У нас все не пацаны, неизвестно откуда пришедшие, тоже знающие эту проблему. Сделайте эту программу. Точно так, как и по строительству мы с тобой договаривались. По строительству мы также определили, как действовать. Арендное жилье. Будем поддерживать всех. Кто желает строить, мы предложим. Кто желает строить за свой счет соответствующие дома и так далее. И надо все-таки наших белорусов медленно разворачиваться, но уже развернулись, подталкивать к тому, чтобы они в селах, в деревнях, неперспективных или хуторах, где угодно, где жили в Беларуси, чтобы они покупали эти участки. Это все-таки почти полгектара участок. А есть много участков, где никогда люди не жили, но там можно построить жилье. И богатых людей достаточно, не богатых, но желающих построить жилье в деревне, чтобы, как я говорил, дети у них по траве могли ходить боськом каждый год. Надо подталкивать их к этому и создавать соответствующие условия. Поэтому в жилищной программе на пятилетку, она должна быть краткой, понятной, мы должны и это предусмотреть. Поэтому за вами вот эти две важнейшие для населения программы. Я уже не говорю о производственной там программе, о развитии производства стройматериалов и прочего. Этого добра у нас хватает, надо поддерживать в нормальном состоянии. Поэтому сегодня вопрос дорог, как решаются задачи, которые были перед вами поставлены мною еще в начале года, что мы должны привести в порядок существующуюся дорог и продолжить строительство. Ну и перспектива на примере Минска, как будем работать с нашими городами-спутниками. Люди ждут, люди ждут наших действий в этом направлении. Мы им должны честно сказать, где мы будем работать, что мы будем делать. Они должны понимать, с людьми надо разговаривать, понимать, что мы за один год или за пять лет все не схватим, что хотелось бы. Но очень многое сделаем, очень многое сделаем, и это надо в программе предусмотреть. Если говорить о состоянии автомобильных дорог, то последние два года мы действительно очень много денег вложили в дороги. Если в 2023 году мы сделали более 3000 километров дорог и 107 мостовых сооружений различными видами ремонтов, то в 2024 году эта цифра уже превысит 5000 автомобильных дорог и 117 мостов на них. В этом году мы реконструируем? Да, реконструируем. Капитальный ремонт текущий, то есть 117 мостовых сооружений. Это хорошо. Ну, с мостами у нас мы решали эту проблему. В программе надо предусмотреть, в программе дорожного строительства, в том числе и ремонт этих, и восстановление мостов. Я не думаю, что нам много надо строить новых мостов. У нас там, где надо, мосты построены. Ну, может быть, где-то, даже в городах областных, я уже даже не представлю, в каких городах. Везде объезды и заезды, как в Макилеве этот юго-западный обход, помните? Мы сделали, люди довольны, через Макилев трафик этот сегодня автомобильный не идет. И с севера, и с юго можно Макилево объехать. Я не представляю, какой город еще нуждается. В Гомеле просится. В Гомеле, да? В Гомеле просится. Ну, возможно, где-то. И все. Поэтому нам надо реконструировать мосты. Они уже старые, их немало, они небольшие в основном. Поэтому надо упреждать, не ждать, когда какой-то мост там начнет разрушаться или вообще обвалиться. Поэтому это для нас очень важно. Мы так и идем, Александр Георгиевич, сделаем капитальным ремонтом, не входя в строительство. Если говорить, допустим, по республиканским автомобильным дорогам, то из 16 тысяч километров республиканских автомобильных дорог, более 1700 мы разными видами ремонта сделаем в этом году. Но еще одно. Вы не забудьте, я задачу перед вами ставил, что там, где только возможно и невозможно, мы должны строить дороги с бетонным покрытием. Бетон есть бетон. Вот я каждый день езжу по этой Логойской трассе. Да, она там трещины уже дала. Только она более 50 лет эксплуатируется. Дала трещины. Мы их заделали нормально. Когда-то ты предлагал ее переложить там, я не согласился. Ну вот уже прошло лет 10, и она в таком состоянии, что можно проехать, где нужно подремонтировать. В этом году я смотрю, вы там подремонтировали. Туда дохоты не стало из задачи. Я так понимаю, что это вопрос решен. Ну и потом. 10-15 процентов мы договаривались. Цемента мы будем использовать на дороге. Ну, все для этого есть. Поэтому в этой программе вот отдельной просто или красными буквами должно быть определено строительство бетонных дорог. Как мы с тобой строили вторую кольцевую? Надо, не надо. А сегодня без второй кольцевой тяжело бы нам было. Вот я утром сегодня ехал. Уже какой-то напряженный трафик по первой кольцевой дороге. Рано утром, когда люди едут, все на работу. Вот, пожалуйста, кольцевая дорога. Хорошая разгрузка. И притом бетонная. Я смотрю качество. Неплохо держится она. Поэтому мы умеем делать бетонные дороги. У нас есть машины соответствующие. Рассматривали на семинаре строительства дорог. Когда ты показывал, как там можно перешерстить старую дорогу, сделать ее новой. Обычную гравийную дорогу добавил там цемент или еще чего-то. Разные методы. Это надо использовать. Это уже в том числе и его работа. Нашего дорожного строительного треста. Редактор субтитров А.Семкин